Внимание! Спасибо, Андрей, мне так приятно, меня уже давно так не встречали, вау! Аплодисментами сам директор Славик Радио Фэмили, друзья! Как рада, вау, спасибо! Друзья, Андрей говорит, добрый день, он прав, день действительно добрый, я хочу, чтобы вы сейчас провели этот час в теплоте, в уюте, в комфорте своей души и сердца, потому что авторская программа называется Healing Salt или исцеляющая соль. Почему исцеляющая? Потому что мы говорим жизненные вещи, которые обычно не говорят, умалчивают, много психологических аспектов затрагивается, много духовных моментов и вообще просто о человеческих отношениях. Тема сегодняшнего эфира «Откровенный разговор». И у меня в гостях удивительнейшая гостья, которой аплодисментов дали больше, чем кому-либо когда-то, Ольга Онищенко. Почему аплодисменты? Потому что она провела свой личный эфир «Открытое сердце» и также приглашала меня, гости, на свои эфиры. И сегодня она гостья, и она подарила мне этот час, вернее, поучаствовала в том, приложила свою добрую руку и доброе сердце, чтобы я могла делиться своими знаниями, своим опытом. С вами, дорогие друзья, всё сопутствует ко благу. Сегодня очень сложное время мы живём, и это уже очевидно, но мы выживаем. Почему? Потому что мы полны оптимизма и светло смотрим в будущее. И также живём и наслаждаемся настоящим моментом. Я хочу сказать, что на сегодняшний день очень-очень ограниченный круг общения людей, с которыми ты можешь построить обычные нормальные человеческие отношения. Но всё-таки люди находят свой круг общения, но сложно сегодня по пальцам счесть, сколько людей можно назвать своим другом. Друзья, вот Ольгу я назвала бы своим другом. Почему? Потому что я твёрдо знаю одну вещь, которая мне очень драгоценна. Даже две назову. Первое, что она никогда меня не осудит. И второе, что она в меня верит. Друзья, ну согласитесь, много ли людей вокруг вас, кто вас не осудит 100% за глаза? Вот я уверена в этом воле. Потому что я прошла с ней не короткий путь, друзья. Оказывается, Фейсбук следит за нами. И недавно они выдали информацию, что, оказывается, 5 лет мы друзья с Ольгой. За 5 лет мы, поверьте, съели не один путь соли. Почему? Потому что мы с ней за руку пошли в глубину. Мы пошли служить людям с открытым сердцем и исцелять человеческие души. И сегодня Ольга, несмотря на занятый график, согласилась побыть с нами и поделиться, что же происходит сегодня в её жизни. Она так скучает за радиоэфиром. Но я знаю, что она скучает не за радиоэфиром, а за общением с вами, дорогие друзья. Потому что мы получали очень много звонков, очень много работы проделано благодаря Славик Радио Фэмили. И можно сейчас просто много петь дифферам и Славик Радио Фэмили за ту работу, которую мы делали. Но есть и теневые моменты, которые затрагивают душу, которые выворачивают наизнанку и заставляют нас плакать. Друзья, богатые тоже плачут. Помните такой сериал? Но у нас, скорее всего, слёзы счастья. Потому что любой кризис, который заканчивается слезами и разрыванием души на кусочки, в клочке просто раздирают твою душу. Некоторые обстоятельства, о которых мы поговорим сегодня, они нас делают сильнее. Почему? Потому что вот есть такая добрая рука, которую, как у Майи, у Оли, мы протягиваем её друг к другу, и мы поддерживаем друг к другу. И цель сегодняшней передачи – провести этот откровенный разговор. Что происходит вокруг нас? Как мы это проживаем? И Олечка хочет поделиться, потому что у нас был такой чудесный этап, когда мы открывали вместе центр «Открытое сердце» в Южной Каролине. Ольга проживала переезд со штата в штат, благоустройство, новые знакомства. Она выходила на правительство, она добивалась многого, помогла тысячам людям. Но встаёт вопрос – а что такое помощь? Что люди ожидают и понимают под вопросом помощь? А каково нам, тем, которым помогать? Вот сегодня мы об этом поговорим. И что вообще вы, люди, ожидаете от того, когда вам говорят? Мы помогаем. Интересные вопросы, правда же? Я хочу сейчас предоставить слово нашей гости. Та-дам-та-дам! Оля, тебе слово. Наверное, кто нас слышит и видит, тоже соскучились по тебе. Да, друзья, всем привет, Майя. Огромное спасибо, что ты меня пригласила. И мы сейчас в прямом эфире и на YouTube, и на Facebook. Я даже на Instagram вышла. И здесь слушает нас моя сестричка Верочка. Верочка, привет тебе особенный. Интересный день сегодня, Майя. Вот почему-то именно сегодня я вышла на свой YouTube-канал и решила делиться, начать снова делиться всеми моими радиопрограммами, которые мы проводили на Славик Family Radio. Ты много раз там тоже участвовала, и сотни свидетельств там было записано. И я с таким большим удовольствием прослушала программу, где первый раз я пришла на радио. Это был февраль 2018 год или март. Ну, это буквально за месяц до того, как я выпустила книгу. С тобой мы познакомились в ноябре, до этого три месяца. И я прослушала все. Ну, честно, так было интересно, что же я говорила, какая была цель для моей радиопрограммы. И тогда я еще даже не знала, что у нас будет служение «Открытое сердце». И сегодня, четыре с половиной года спустя, очень интересно подвести итоги. Очень мы сделали, но мы с тобой пришли к такому моменту, что мы очень сильно устали. И надо задавать вопрос, а надо ли это кому? Я понимаю, что это надо, но когда... Почему-то, когда все хорошо, у нас все хорошо. Но когда какой-то один такой неприятный звонок, неприятное слово, и оно просто-напросто тебе оббивает руки. Правильно? Но хочу забежать четыре с половиной года назад, Майя. Очень интересное воспоминание. Я помню, первый раз я пришла назад на Славик Family Radio вести свою программу, не зная, как ее назову, не зная, кого буду приглашать, о чем говорить. И Тимур, директор радио, он пришел, мне все включил. Он говорит, ну давай. Я говорю, ты серьезно? Я говорю, я сама? Да. Я говорю, ну Тимур, ну пожусь, побудь, пожалуйста, со мной. Я же боюсь, я же эти кнопки не знаю, как включать. И он побыл со мной. И мы такой хороший эфир провели. Потом Ксения со мной побыла. И сегодня я даже Ксению прослушала, буду делиться. Я только вот не знаю, как часто, но хочу делиться. Потом Оля Кузьменко, ты была у меня. И пришел момент, когда я поняла, что один час нам мало. И мы попросили два часа времени. И каждое воскресенье с восьми до десяти мы были в эфире на Славик Family Radio. Но год назад было, да, Маечка? Наверное, примерно год назад. А, я была на радио два с половиной года, потом переехала в Южную Каролину, потом не было год, потом опять где-то год мы вели программу с тобой. И где-то полгода назад или чуть больше я за Маечкой. Я не могу, я изнемогаю, я так устала. И я ушла из радио. И вот это время все вела ты сама. И сегодня, наверное, первый раз, когда я вернулась. Так не планированно, но я тебе очень благодарна, что ты меня пригласила. И Андрей меня так встретил. Вау, очень-очень приятно. Очень. Спасибо огромное. И, друзья, всем привет, кто слушает нас. I do miss you, guys. I do. Мы верим тебе, Оля, потому что, действительно, наши праздники определены нашими буднями. То, чем мы занимаемся в буднях, не вовлечена масса людей. Но приходят дни, когда приходится выходить на социум, и это определяет наше состояние, как мы проводим свои будни, в каком мы настроении, в каком мы запали, в каких мы целях и в каком мы, как сейчас модно говорить, вайбе. Какие вайбы у нас? А вайбы у нас самые высокие друзья. И сегодня мы хотим поделиться с вами нашей любовью, чистотой сердца и высокими, хорошими помыслами. Оля сказала, ты вот за звонок какой-то один. Я думаю, подозреваешь, что он был не один. О каком звонке ты говорила? И что там разбило тебя в клочья? Что произошло вчера? Ну, что произошло вчера? И это было так интересно, прямо перед этим эфиром. Это был звонок, я не знаю, Майя, или это проверка, или это конкретно правда, или людям наплевать. Я не понимаю, что люди от нас ожидают. Но поступил такой звонок. И говорят, я хочу с вами поговорить. Взяла ваш номер телефона на Facebook. Я говорю, хорошо, ушла в офис, села, слушаю. И позвонила женщина, говорит, у меня в семье проблема. Ну, хорошо, окей. А мне нужна помощь. Какая? Христианского психолога. И я говорю, ну я не христианский психолог, но я хочу с вами поговорить. Тут минут 10-15 мы когда поговорили, что я увидела, какую я картину увидела, Майя. После этих 10-15 минут мне было плохо, мне было дурно. И я тебе позвонила. И мы вдвоем были просто шокированы. И я поняла, что этот человек просит помощи. И он обвиняет другую половину в семье, но он не следит, она не следит за своим языком. Какой я оттуда исходит. Поэтому, друзья, хочется сказать каждому, что прежде, перед тем, как тыкнуть пальцем на кого-то, а загляните в свое сердце, что исходит из ваших уст. А какая там святость, или какие там сплетни, или же чему вы верите. Я же говорю, после таких звонков ты просто разбиваешься в дребезги, и слава богу, что у меня есть Майя. Я ей позвонила, говорю, Майя. И Майечка ответила, если бы это пару лет назад, я бы просто заболела и ревела, но мы сильно, мы это перенесем. И что я увидела? Я, когда выходила на радио 4,5 года назад, я говорила такие слова, что я хочу вести эту программу, чтобы помочь израненным душою людям. Ну вот как я планировала? Вот какие мои продукты? Вот как я могу помочь? Был момент, когда мне помогли в свое время словом. Словом, когда душа болит. Да, слово лечит, слово калечит. Когда душа болит, слово лечит. Человек тебя поддержит, поможет. И когда меня словом одни люди убили, другие воскресили, то я понимала, что словом и я могу людям помочь, и я могу подарить людям надежду. И вот эти многие годы на радио Славик Фэмили и множество свидетельств мы записали. Почему? Потому что люди рассказывают, какие проблемы они проходили, как они вышли и какие уроки с этого взяли, как Бог помог. И я лично человек, когда я слушаю, я все-таки что-то для себя беру. И, Майя, мы с тобой записали на тему насилия и развода очень много тем. И хоть это не моя как бы специальность, хоть это не моя тема, но даже в то время, когда болел наш ребенок, я видела, как тяжело это было для семьи. И я слышала такую статистику, что первых шесть месяцев, первых шесть месяцев, ну, первых две недели, когда рождается больной ребенок, 65% брака рушится, а в течение шести месяцев 85% рушится. Поэтому, когда уже родилось служение «Открытый сердце», я его зарегистрировала, я приглашала разных людей, и мы говорили на все разные житейские темы. Но, как я говорила с тобой и с Леной Шеф, мы провели больше всего радиопрограмм. И когда этой женщине я вчера говорю, слушайте, ну, как я вам могу помочь? У меня на YouTube-канале есть очень много видеозаписей, как пережить развод, как сохранить семью, а как пережить это одиночество, как восстановиться и все остальное. И она мне отвечает, а кому это надо? Вы говорите, ну, сейчас... Ты говоришь, Оля, она еще тебе сказала, что эти видео не помогают. Да. Что с них толку? Они не помогают. Дайте мне какой-то класс. Я говорю, мы сейчас временно не собираемся с женщинами, мы ждем другое место, придете потом. А я и говорю, у меня есть подруга Майя Осипова, христианский психолог, кого вы ищете. Я не буду ей звонить. Вот такое люди говорят. И она как начала лить на Майю грязь, потом она говорит мне, вы только говорите, что вы служите людям. А когда к вам позвонишь, конечно, никакого толку нет. Все вот эти лозунги, все вот эти рекламы. Потом начала говорить на пастыря грязь лить, что вот такой сикой не может мне помочь. И я ей говорю, ну, вы знаете, за 30 лет совместной жизни кому интересно копаться в ваших проблемах? Вы сама, вы единственный человек, кто может себе помочь. И я говорю, выбирайте или же терпеть и жить дальше, или разводиться. Как ты можешь такое говорить? И просто, друзья, я говорю, с этого телефонного звонка было так неприятно. И, знаешь, вопрос вообще на всем. А что я делаю, для кого это надо? А второе еще, Майя, вчера Фейсбук напомнил, что у меня скоро день рождения. 45 лет через несколько дней. И знаешь, как всегда говорят, хотите ли вы сделать файн-рейзер? Для какой-то некоммерческой организации. Я выбрала свою организацию, и я очень удивлена, что уже второй день, и там ноль. Получается, люди хотят все бесплатно, хотят быстро, и хотят все на халяву, получается, на халяву. И если они не получают то, что им надо, они тебя просто очень быстро обгадят. И тебя, и пастыря, и христианского психолога, и всех подряд. Поэтому много мы прошли, много мы сделали за эти четыре с половиной года, но сегодня как-то хотелось поговорить откровенно, вообще стоит ли делать этот труд бесплатный, от чего люди, такие как мы, перегорают, как жить правильно, где эти границы, как говорится, enough is enough, всему свое время, и мы меняемся. И, может быть, маечка, что у тебя, если сердце отъехает? Оля, слушай, ты говорила, когда, и вот очень хочется много сказать, конечно, это сложный период, который нужно пережить. Вот такой звонок, как ты прожила, это лицо нашего общества, которое называется христианами, но, к счастью, не все такие. Ну, то есть, можно сказать, что библейские тексты, они правы. То есть, люди делятся на две категории. На две категории. На, давайте, так скажем, нежно, по-библейски, на козлов и на овец, да? Ну, вот, понятно, кто козлы, а кто овцы, смиренные, да, стоят на заклане. Слава Богу, что за нас был заклан Христос. Нам уже не надо распинать себя. Второй вариант, я хочу сказать, что негатив, даже в библейских текстах, он не приветствуется Богом. Вот как мы и говорили. И у каждого человека свой род служения. Мы служим, служим из осознанного состояния через призвание Бога. У каждого человека есть своя миссия на земле. И ты осознаешь, что сейчас ты стоишь, на пороге перекрестки, пойти налево или пойти направо. Пойдешь налево, будешь сыпать яд с языка, будешь разрушать жизни людей, будешь свою жизнь разрушать, будешь недовольным. Эти люди называются убийцы. И написано в Библии, что, ну, не обманывайтесь, братья, да, и сестры тоже, ну, что вы сеете, то и пожнете, и что вы не несете истины Божьей, вы не несете свет Божий. Не без того, что позлиться, да, мы можем позлиться, но суть-то, суть в том, что, какие у тебя помыслы, какой конечный результат твоих мыслей, слов сказанных, несет ли он плод созидания, если даже самой Ольги Онищенко, прошедшей, как говорится, огонь, воду и медные трубы, стало плохо за 10 минут от этой женщины или девушки-христианки, которая успела затронуть и опорочить мое имя честное. Я не знаю, что у них там за сообщество единомышленников, которые негативно говорят о тех, кто искренне по призванию Богу служит, вот, но я так понимаю, что тому обществу всему нужно исцеление. И если бы я, друзья, реагировала на таких людей, то нас бы уже давно не было в живых. И мы понимаем, что, да, такие люди есть, и они несут свою миссию разрушать, разбивать, сыпать стрелы яда прямо в сердце, чтобы что? Чтобы сбить, Оля, тебя с истинного пути, потому что ты сразу задаешь себе вопрос, а вообще кому оно надо и что я делаю, да? И делаю ли я вообще то, что нужно? Ведь, допустим, я знаю одну вещь, что чтобы Оле сделать видео одно, одно, друзья, и поставить его, у нее забирает два-три часа времени. Да два нет, наверное, три, а то и более. И она работает над этим видео, слушает, раздумывает, делает оформление и загрузит на YouTube и во все каналы. Друзья, это берет время. А где она время, эта Олечка берет? Она берет от своей семьи, она оставила работу, она берет от своих детей, свое личное время, вместо того, чтобы заниматься сплетнями или сидеть, болтать впустую или еще чем-то заниматься. Она делает важное дело. А еще, друзья, на что я ориентируюсь, это звонки и письма. Совсем не... Вчера вот у Оли такой звонок был, а я вчера копалась в Facebook и открыла одну девушку, а она там такое пишет. Майя, спасибо вам! Вы через свои видео, через радиоэфира ответили на все мои вопросы, которые просто развивали меня, давили на меня плитой. Я нигде не находила ответа. Через вас я услышала ответы на свои жизненные вопросы. Я теперь живу, ликую. Спасибо вам, друзья. Ну скажите, есть ли разница между Олиным повествованием звонка и между тем, что я прочитала? Конечно, есть. И мы вправе выбирать. И мы вправе выбирать, который стоим с жертвой своей жизнью для других и готовы протягивать руки помощи людям. И мы тоже это понимаем, что мир делится на белое и черное. И выбор у нас есть. Или мы дальше двигаемся, идем, принимаем клевету, не принимаем и отряхиваем ноги, идем дальше. или идем дальше. В общем, смотря светло в будущее. Друзья, ну просто вот уже аж захлебал. У меня просто даже слов нет. Я просто уже смеюсь истерически, но я однажды тоже, так, Оля, если ты помнишь, обратилась к тебе, когда я получила массу каких-то негативных там комментариев. И Оля мне сказала одну вещь, друзья, я поделюсь с вами. Она мой наставник по том периодам. Я ее наставник. Вот такая у нас шикарная дружба, как в коучинге. Win-win. То есть у нас такие позиции. Мы друг друга несем на руках, поддерживаем. Нам хорошо вместе с Олей. И она мне сказала такую вещь. Говорит, Майя, но ведь они пишут не о тебе, они пишут то, что у них в сердце. Вот это вся грязь. Она не о тебе. Это о них. Друзья, вы знаете, у меня словно глаза открылись. Вот у меня способность слышать людей и понимать. И я поняла, боже мой. Так это ж... И Оля говорит мне, Майя, ты можешь представить, сколько у нас работы? Это сколько нужно молиться за людей? Это сколько в них грязи? Сколько в них мусора? Вот думать об этом. Но больше как будто бы друзья делать нечего. Амир-то он прекрасный. Вы даже не представляете, насколько я счастливый человек, потому что я не сплетничаю о людях и я не выясняю. А сколько мужей у нее было? А ты знаешь, а та с кем жила? У нас не клуб бабок-посиделок. Я имею призвание от Бога. Я понимаю, что я женщина, девушка, красивая, здоровая, целеустремленная. Я все свои способности и таланты плюс дары от Бога решила использовать во благо себе и обществу. Друзья, ну и вот оно, мое счастье, понимаете? Что делают люди? Если бы вы видели, Оля, если бы ты видела, сколько писем пишут, что мы тебе завидуем. Боже мой, друзья, мы тебе завидуем. А в чем? Ну так, ну и делай то же самое. Я даже не понимаю это слово, друзья, зависть. Вот понимаете? Я это слово не понимаю. Что такое завидовать? У меня есть я, у меня есть моя жизнь, у меня есть своя лопата, у меня есть свой огород. Я взяла, иду копаю, слушайте, и откапываю свое счастье и кайфую. Но другие берут лопату и этой лопатой идут что? Дать мне по голове, убить меня. То же самое с Олей произошло, да? И Оля называет это выгоранием. Я как психолог, там у компании, вот это, где эта девушка, что Оле звонила, общается, они решили, что у меня купленный диплом. То есть никакого психолога я не заканчивала. Но это их мнение, вот интересно мне в глаза посмотреть. А тот институт психологии, кстати, где я училась, почему-то приняли и позвали, пригласили меня на работу. И теперь я в этом институте работаю куратором и у меня группа, которую я курирую и каждую пятницу выставляю на Фейсбуке фотографии, что сегодня у нас группа онлайн. Мне доверили группу в 42 человека. Друзья, с купленным дипломом неизвестно в каком заведении, как-то сказала женщина, могла бы ли я это себе позволить? Конечно, нет. Во-вторых, глупость любая, она тоже обнаружится, поэтому говорят, молчание – это золото. Слова отборное серебро, а молчание – это золото. Почему? Потому что, когда ты начнёшь говорить, ты всё выскажешь, кто ты есть, о чём ты вообще, что ты себя представляешь. И что внутри тебя, то выйдет наружу. Но никогда ты не скажешь того, чего в тебе нет, оно в тебе не живёт. Ты говоришь то, чем ты живёшь. Вот. Ну, если ты решил соврать, у тебя получится. И тогда будешь ты врун. Но столько врать лет не получится, причём на обществе, правильно? Поэтому, Оля, вот так вот я реагирую. Как ты реагируешь? Как ты вообще справляешься вот с этим всем? Расскажи свою сторону. Я говорю, я, насколько знаю, у тебя три высших образования. Это человек горит. Три высших образования. Да. Я купила себе корочку, никакая она не психолог, и она просто парикмахер. А я мою знаю уже много лет, и мне лично она очень много помогала. И ты сама знаешь, буквально даже пару месяцев назад мы с тобой делали даже консультацию в тот момент, когда я поняла, что я на себя очень много взвалила, и я сдаю. А поэтому, друзья, и знаешь, как я и ответила этой женщине, только Майя знает правду. И я говорю, как вы можете лжи верить? А я верю. А я верю. Поэтому... Вот, друзья, вот, Оля, вот и вам Библия. Вот она. Это Библия в жизни. Чему ты веришь, тому ты поклоняешься, ты то и есть. Вот и всё. Я говорю, и этот человек, который хочет исправить своего мужа, она за 10 минут, она столько грязи мне налила, что я, честно, я удивилась, как тот муж её терпит. Оля, слушай, так она тебя попросила исправить её мужа. Я правильно поняла? Она попросила исправить её мужа, но за 10 минут она столько грязи вылила, что мне плохо стало. Я бы тоже с такой женой не захотела жить на месте этого мужа. Маечка, я помню один момент, ты мне сказала, друзья, очень непросто быть в каком-то, служить людям, да, вот, к примеру, что такое служение людям? Например, есть женщины, которые просто сидят дома, кроме кухни и мужа, они ничего не знают. В церкви они не участвуют, они просто вот живут в своём миру, да. Кто-то участвует в церкви, в хоре поёт, молится, кто-то женское служение делает, а мы с Майей, мы просто как бы независимые такие агенты, да, независимые служителя. Я даже не знаю, ну а как же себя назвать? Ну ты служишь людям, тогда ты какой-то служитель, а если понимая, говорят служитель, думаю, о, что-то там из себя возомнил, да. Вот я говорю, за эти 4,5, даже за 11 лет я тысячи часов вложила в написание книгу, да, передала свой опыт, хотела, чтобы через эту книгу люди находили какие-то ответы и о душевном исцелении. Тысячи часов я вложила в это радио, прямые эфиры, эти видео обрабатывала, обложки делала. Тысячи часов я вложила в этот центр открытого сердца, в эти женские общения, в женские конференции. Ну неужели это не служение, да? и кто-то вот так просто, как? Я просто, я не представляю, как? Вот человек может сказать, да, вы там только себе славу присваиваете, а вы толком ничего не делаете. И, конечно, Бог судя таким людям, поэтому я помню один раз, Майя, мне было очень тяжело, и ты мне сказала такую вещь, Оля, ты комбайн, не останавливайся, посмотреть на мышку. Поэтому, особенно сегодня, это не самая приятная тема, о чем хочется говорить, и на последней женской конференции я тоже говорила именно о том, что как человек, служитель, он может выгорать, устать, переутомиться, и в конце даже расплакалась, мне было, ну, сложно, неприятно, даже стыдно на эту тему говорить, но потом написала женщина комментарий под моим видео на этом канале, и говорит, спасибо огромное, что вы делитесь правдой, потому что всегда мне всю жизнь говорили, что ты должен в церкви трудиться, а я, говорит, была занята семьей и всегда чувствовала себя ущербной, что я не участвую в церкви, и когда мы говорим правду, ну, люди даже благодарны и за горькую правду, поэтому сегодня это не самое хорошее, о чем хочется говорить, но мы с Майей пришли к такому выводу, что служить бесплатно очень нелегко, и даже уже не хочется это делать, но с другой стороны, Майя, я тебе скажу, как я скучаю, не можется, да, хочется делать, скучаю, и за радио скучаю, и за нашими эфирами скучаю, и когда мы делаем эти женские конференции, я не могу передать, какая радость это для меня, вот эти женские общения, как же я это люблю, поэтому, может быть, это не служение, может быть, это просто у нас хобби, хобби, что мы что-то делаем, любим говорить, или может нам нечего делать? Оля, смотри, ну, во-первых, любому человеку, который, как бы, как взял на себя гуш, не говори, что не гуш, да, или как говорится, ну, то есть взял на себя ответственность, груз, не говори, что ты не сможешь это подтянуть, Бог не дает сверхсил, вот, здесь очень много моментов, есть и психологически, которые я сейчас раскрою, раз ты затронула тему о выгорании, но хочу сказать, что, почему хочется, потому что есть внутри призвание, служение Богу происходит через дары, которые Он дал, и они в нас, и мы этими дарами служим друг другу, поэтому, если ты не используешь дар Божий, начинаешь ты болеть, ты не можешь, вот ты говоришь, скучаешь, скучание через боль происходит, потому что все это отражается в теле, потому что ты не реализовываешься, вот, и сейчас, чтобы вот просто так по-человечески тоже не сидеть, не говорить, хочу сказать две вещи, которые уже изобретены, уже не надо велосипед изобретать и что-то придумывать, это сказали очень-очень серьезные люди, психологи, которые эту Библию изучили вдоль и поперек, которые знают законы Вселенной, которые знают строение мозга человека, исследователи, очень-очень грамотные люди, они сказали такие две вещи, хочу вам прочитать, первое, это выгорание, это разрыв с духовным высшим миром, потеря этой связи, что это значит, это значит, что те дары и призвания, которые мы делаем, это наш жизненный ресурс, а что такое выгорание, это обесточенность, то есть нету ресурса, у тебя уже нету сил это делать, ты уже выдохся, ты уже падаешь, тебе уже тошнит, уже слезы и тебе свет не мил, то есть что по определению значит, значит, ушла радость, а служение Богу вообще, это мир, радость, праведность во Святом Духе, ушла радость, ушел мир в сердце, ты уже реагируешь болезненно на всякие вот эти вот выпады, ну, грубо сказать, там, неграмотного общества или недоразвитого, такие вещи говорить, для меня это вообще, даже я диагностировать это не буду, умный человек поймет, вот так скажем, или духовный, да, разберется во всем, и, собственно говоря, даже немножко некомфортно себя чувствую говорить о таких людях, потому что опускаешься до этого уровня, и хочется обратиться к тем, кто понимает и слышит, что я хочу сказать, происходит разрыв с духовным высшим миром, то есть с самим Богом, значит, вариант какой, первый вариант, ты шел не туда, то есть шел за чем-то другим, за какой-то действительно, может быть, славой, может быть, за каким-то вот, увидел, вот он так делает, и я так хочу, я могу, может быть, за каким-то хайпом, вот как ты говоришь, тебе нравится, ты получаешь эмоции, гормоны, может быть, этим служением ты закрываешь какие-то невостребованные потребности детства, да, но я не о тебе говорю, я в общем говорю о людях, потому что ты не одна такая, очень многие пастыра говорят, выгорание, выгорание, это прям тема церковная стала, ребята, в настоящей церкви, а в выгорании темы нету, церковь, она живет в духе святом, она танцует, ликует и проставляет Бога, Творца, понимаете, там радость, там танцы, там пение, там сплетни нету, там свет, там нету никакой тьмы, значит, ты не пошел туда, второй вариант, что очень попроще, просто ты еще слаб, как бы, как сказать, ну вот ребенку в первом классе или 7 лет, ему дали мешок картошки дотащить, дотащи, слушай, ну тут 2 метра осталось, ну ему тяжело это сделать, понимаешь, то есть ты еще, может быть, в младенческом возрасте, ну вот этот огонь, который Бог тебе дал, ты просто рванул, как бы не по возрасту, набрал на себя сверхсил, да, и ты просто не научилась, или ты не научился реагировать на негативные комментарии, потому что коучинг учит, что прежде чем ставить цель, проработай негатив, а что если, а что если не получится, а что если я пойду в город спасать людей, или что если я пойду в церковь и ни один человек не получит откровения, а я там буду распираться, и что ты умрешь, или что, тебе истерика будет, ой, меня не приняли, меня не послушали, Христос на это имел ответ, да, он говорит, оботрите прав со своих ботинок, и пусть живут как хотят, я сказала, я сделала то, что должна сделать, и пошла дальше танцы, петь, танцевать, вот, то есть уметь реагировать на негатив, потому что ты права, Олечка, слово можно убить, эти люди вызывают негативный вайп, вызывают нарушенный сердечный ритм, возникают плохие в человеке ассоциации, активируется зло, зло, по идее, во всех есть, она называется тень, это часть человека, которая есть во всем, во всех есть тень, это та часть, о которой ты не хочешь говорить, но осознанный человек понимает, что эти вещи действительно не нужно открывать, не нужно это развивать, потому что оно не принесет пользу ни тебе, ни обществу, а осознанные люди понимают, что мы призваны приносить пользу обществу, вот допустим, я сижу и читаю комментарии, кто-то пишет, боже мой, в глазах у вас много улыбок и на лицо тысяча, тысяча и одно счастье, вот так человек видит меня, он меня видит так, нет, это в нем так, понимаете, вот человек, какой он есть, чем он наполнен, то он и видит, понимаете, если человек сам купил бы диплом, для меня это достоинство, я вросла и воспиталась в семье с достоинством чести, которую не купишь ни за какие деньги, мои дети, мои родители, отец, мать, ни за что бы такую вещь не сделали, я воспитана по-другому, мне даже плакать хочется, я никогда в жизни эту вещь бы не делала, у меня даже мысли такой не было бы ни о ком человеке, что человек диплом купил, когда говорят там купил, ну сказали и сказали, я не пойду разносить это, понимаешь, я не верю в это, что человек купил диплом, ну не знаю, может такие случаи бывают, просто вот понимаете, чем человек наполнен, так он видит и людей, он через свои глаза видит это, друзья, почему мы сейчас с Олей говорим, многие скажут, что они говорят, какую-то бучу, муть поднимают, друзья, мы не муть поднимаем, а мы говорим реалити жизни, вот она есть, и что общество может сделать с этим, может прикрыть это, и сделать вид, что у нас этого нет, у нас Олевуя, все хорошо, нет, у нас не все хорошо, но, если два разумных человека есть, или пять, сколько, в Библии говорил, если пять святых найду, человек, спасу город, спаси, ради нас, ради меня, ради Оли, Бог держит города, я имею это как откровение, ради таких людей, как я, поэтому, вы можете лить грязи сколько угодно, но я знаю, что очи Господа обращены на меня, и он ждет от меня молитвы, что я скажу, понимаете, а люди там, ну, в церкви, они мучаются, сколько у меня мужчин было, а сколько раз я замужем была, а теперь уже я диплом купила, а теперь я уже не психолог, а теперь я уже парикмахер, а я еще хочу сказать, я еще программист ТВМ, диплом имею, а я еще имею диплом, холистик массаж института закончила, а я еще училась много-много, да, на парикмахера в свое время, а еще я закончила духовную академию, я была миссионером, и 15 лет в миссии была, да, у меня много специальностей, я горжусь этим, очень много, и последний диплом еще получила интересный, потом секреты расскажу, а коучинговых курсов у меня вообще масса просто, мне нравится учиться, я свечусь по этому от счастья, и много желателей добить, убить, поэтому, почему мы с Олей сегодня решили поговорить с вами, вот и назвали программу «Откровенный разговор», что делать с этим, что делать с массой этого, извините, дерьма, да, тоже библейское слово, там тоже это есть, так что я не ругаюсь матом, не осуждайте, по Библии все, вот, и я вообще не знаю, как люди Библию читают, что за говно там они находят, это вот действительно, да, Павел там сказал, что все почитают, четою, ну, то есть дерьмом, да, говном по сравнению с познанием Христа, а другие, наверное, поняли по-другому, что везде надо говно искать, и что дальше делать с ним, я не знаю, у меня другая Библия, у меня там любовь, счастье, мир, радость, да, вот, и, наверное, это зависит от культурного развития, от интеллекта человека, наверное, от этих вещей зависит, друзья, но к чему мы это все говорим, к тому, что у каждого есть шанс остановиться в своем зле, остановиться и понять, что у тебя есть другая жизнь, начать делать добро, любое, по мере того, который даром Бог тебе дал, вот и делайте это добро, вот любое, и кому вы сделали зло, вот позвоните, мне несколько человек такое зло делали словами, они просто распускали слова, звонили, что-то говорили обо мне, страдала ли я? Да, страдала, мне было больно, и что я ожидала? Я ожидала, что эти люди осознают, поймут, я не звонила им во свет, не говорила, там, разборки не делала, мне было больно, и я это пережила, и я ожидаю от этих людей в один день, что вот до них дойдет, вот мая такая светлая, я думаю, господи, ну не может быть, ну неужели люди в таком вот живут дерьме и думают, что они в истине ходят, и мне вот все жду я, один день они позвонят и скажут, или напишут, Майя, ну прости, вот мы такие, такая была, я вот это говорила, да я не со зла, да вот в темноте сидела, вот сейчас прозрела, вот такая я, я верю в людей, я верю, что они однажды очнутся от этой тьмы, что они выйдут из статуса жертвы, жертва уже была принесена, Христос, вот, и что начните дарить любовь, просто элементарную любовь, начните дарить, вот как Оля, Боже мой, Оля, можно я похвалюсь тобой? Ну давай. Боже мой, Оля, это же Оля, и карман открыт, у нее не только служение открытое сердце, у нее и открытый карман служения, она вывернет все карманы и отдаст, все последнее, и душу отдаст, таких людей, как Оля, ни днем, ни с огнем, не сыскать. Может быть, страдает семья от недостатка любви маминой, но Оля очень социальная, и что ты с этим сделаешь? Ничего. Поэтому, Оля, вторую выдержку психолога прочитаю, и ты скажешь свое слово, завершишь нашу программу, как ты на это смотришь. Станисклаб Гроф, можете о нем прочитать, о его трудах, он сказал, наше стремление к внешним достижениям в обществе является проекцией более глубокого и куда более фундаментального стремления к психологически полному процессу рождения и создания духовной связи. Понимаете? Может быть, кто-то не понял, повторять не буду, но... Поняла, ничего. Повтори еще раз. Давайте повторю, что вот это, я уже с добавлением своих слов, что вот это стремление к внешним достижениям, то есть в социум, выходить в социум, достижения делать. Ты же это делала для социума, у тебя внутри мысль выйти, достичь чего-то, книгу издать, людям, что ты говорила, принести исцеление или надежду, будущность дать, является... То есть цель вот этого более глубокая, чем просто сказать что-то или сделать. Это является стремлением к полному процессу рождения и создания духовной связи. То есть от Бога, то есть духовная связь, ты от Бога эту связь имеешь. То есть создается связь духовная с высшим духовным, и ты эту связь духовную передаешь. Ты не передаешь что-то плотское, понимаешь? Поэтому ты способна выйти на общество, поэтому ты способна влиять, поэтому ты получаешь от этого удовольствие, потому что этим самым ты создаешь духовную связь. Вот что я хотела сказать. Теперь ты... Хочу тебе сказать аминь на то, что ты говоришь, начните делать добро, начните дарить любовь. И, друзья, кто подключился позже, просто коротко скажу. Вчера такой звонок был. Женщина просила помощи в семье проблемы, но за 10-15 минут она облила грязью и Майю, и Олю, и пастыря. И было так неприятно, что вы там ставите свои баннеры, лозунги на Фейсбуке, что вы так много делаете, служите людям, а вы ничего не делаете. Я так и знала. Просто хочется сказать, друзья, вместо того, чтобы разрушать... Я со стороны, что я какой итог подвержду, она своим языком разрушает свою же жизнь. Она разрушает семейную жизнь. Она за 10 минут и мне налила, что мне было плохо, и Майи, и на пастыря. И я ей сказала такие вещи. Думаю, вам интересно... Вы считаете, пастырю нечего делать, как приходить и разбираться в вашей жизни за 30 лет? Потому что проблемы были с первого дня. Я говорю, кроме вас, ваши проблемы никто не разберет. Она ждет, что мы, вот видите ли, как там что-то magic сделаем, и мы решим проблемы ее семьи. Мне нужен христианский психолог. Говорю, ваш муж пойдет к христианскому психологу? Он не хочет. Я говорю, тогда вы что его тянете? Идите к Майи. К Майи я не пойду. Поэтому, друзья, хочется напомнить каждому, загляните в свое сердце, что выходит из ваших уст благословения или проклятие. Если вы благословляете всех везде, своих детей, своих собак, своего мужа, жену, водителя на дороге, если вы благословляете, в душе будет счастье и мир. А если со всех сторон вы видите только грязь, зло, обман, нечистоту, от вас изходит проклятие, от вас исходит зловоние. И я не удивлюсь, как этот мужик еще живет с этой женщиной, у которой столько зла. Я не слышу меня. Может, пойдем пожалеем его. Она просила его вразумить, а мы пойдем его пожалеем. Да, она просила его. Наконец-то, Оля, мы за мужчин. Слушай, так все мужчины возмущались. Вы за женщина, что мужчины всегда. Проверьте свой язык, что у вас оттуда исходит. Потому что языком мы и благословляем, и проклинаем. И это написано в книге Второзакония. Бог сказал, я тебе даю и благословение, и проклятие. Выбирай, что ты хочешь. Ты сам можешь жить в раю на земле, или ты сам можешь жить в аду на земле. Семейные проблемы, друзья, это не просто так. Почему-то они рождаются, почему-то они вылазят наружу, и они уже настолько выходят из-под контроля, что уже ни пастор, ни психолог, никто не может вам помочь. Извините, пожалуйста, но кроме вас вам никто не поможет. И это не надо пить тревогу 30 лет спустя. Этими проблемами каждый день надо работать, подводить итоги, как прошёл день. Если ты в браке, работай над этим постоянно. Мальчика же написана, прилагая усилия, достигаем Царства Небесного, да? Прилагая усилия, сохраняем семью. Прилагая усилия, это перевод на русский язык, на простонародный, это работать надо, прорабатывать всё, разговаривать. Прилагая усилия, мы сохраняем отношения с детьми, да? Прилагая усилия, ты свою работу не теряешь. А если ты конкретно распустил язык и поливаешь грязью всех и всё, что другим людям от тебя плохо, извините, пожалуйста, но... Не наладится, по лучшим языком скажем, жизнь не наладится, друзья. Пока не остановимся сыпать зло, внутренность свою показать, прежде всего, чем тыкать пальцем куда-то, надо тыкнуть его в себя, внутренность. Об этом есть моя книга, да, очищение души, Оля, у нас осталось несколько минут, я тоже хочу прочитать выдержку психологов, что такое идеальные отношения. Они относятся ко всему, как ты сказала, и с мужем, и с детьми, и с коллегами по работе, и со служителями, и вообще просто с людьми. Каждый человек, даже бомж у дороги, достоин обычного человеческого отношения. Не надо поклоны бить, ни мне, ни Оле. Обычное человеческое отношение с пониманием. Итак, идеальное отношение, это когда у обоих проработаны детские травмы, не осталось возрастных комплексов, и нет потребности самоутвердиться за счет партнера. И вы просто любите друг друга, уважаете, уважаете, цените, доверяете и разговариваете словами через рот. Я хочу обратить внимание ваши, ваши друзья, кто меня видит и слышит, на такие слова, как не самоутверждаться за счет другого человека. Вы просто любите друг друга, уважаете, цените, доверяете. Если кому-то неизвестны эти понятия, я не думаю, что вам нужно называть себя христианином. Надо начать с базовых элементарных вещей. Уважать, ценить, доверять и любить друг друга. И не самоутверждаться, и не выливать раны из своей детские травмы, о которых мы тоже с Олей много говорили в эфирах, а вот действительно они полезные. На Славик Радио Фэмили за весь год последний мы с Олей дали очень много полезной информации о психологии, о сексологии, потому что много конфликтов возникает действительно от травм детства. И даже у меня было четыре эфира, по-моему, четыре эфира на Славик Радио Фэмили о сценариях жизни. Дорогие мои друзья, вы не только пишете сценарии людям другим, вы пишете и свой сценарий жизни, и от того, каким почерком вы его пишете, и какой запах вы туда вкладываете, а так и будет складываться ваша жизнь. Вот, кстати, Оля, ты не знаешь, почему я всегда духорюсь перед эфиром, думаю, ну куда, я же не в люди иду, а у меня люди все ассоциируются с живыми, хотя я никого не вижу. Я духорюсь, почему? Потому что я хочу, чтобы от меня хорошо пахло, это не только физически, но и духовно. Я хочу, я принимаю решение, чтобы от меня исходило благоухание, благоухание Христова, и иногда так хочется послать кого-нибудь, и очень это очень хорошо умею делать, но я сдерживаюсь, друзья. Почему? Потому что я сделала свой выбор, как и Оля, быть светом этому миру, быть солью. А вам я желаю, друзья, исцеление сердца. И спасибо, Оля, тебе за откровенный разговор. Спасибо, спасибо, Славик, Фэмэл Радио. Благословляю тебя, твою программу, твоих всех гостей. Благословляю быть с вами. Всем, друзья, пока. И вам счастья, любви и понимания. Продолжение следует...